Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. История с обнаружением нарколаборатории в деревне Лопатина Гомельского района, о которой мы рассказывали накануне, получила продолжение. Бойцы управления наркоконтроля совместно с коллегами из Гомельского РОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на еще одну мини-фабрику по производству дурмана в соседнем Добружском районе. Как выяснилось, житель города Гомеля 1977 года рождения имел в поселке Росвет Добружского района частный дом. Именно там он и организовал еще одну нарколабораторию по производству метамфетамина совместно со своим приятелем, также жителем города Гомеля, 1986 года рождения. В ходе осмотра дома было найдено вещество зеленого цвета, которое было направлено на экспертизу, а также в других комнатах были обнаружены необходимые оборудования для производства наркотиков. Все прикурсоры сюда привозились из Российской Федерации и в дальнейшем уже использовалось для того, чтобы приготовить синтетический наркотик. Сверток с порошкообразным веществом, а также стеклянные колбы и бутылки, мерная емкость и стаканы, растворители, шприцы с содержимым противогаза, респираторы и другое оборудование из подпольной лаборатории были направлены в Государственный комитет судебных экспертиз для выявления запрещенных к обороту наркотических веществ. В отдел специальных экспертиз поступило растительное вещество, оборудование и реактив. Согласно выводов эксперта, представленное растительное вещество являлось опасным наркотическим средством марихуаны. Экспертиза по реактивам и оборудованию находится в производстве. В настоящее время организаторы нарколаборатории задержаны. В управлении Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело. Начиная с прошлой недели в Реческие РУВД стали поступать сообщения от дачников, владеющих имуществом около деревни Лиски Реческого района. Заявители сообщали, что из многих домов и сараев пропали ценные вещи. Козынвертарь, ножи, секаторы, одежда, телевизионные приемники и приставки, DVD-проигрыватели. При обследовании мест совершения преступления правоохранителями были обнаружены следы, по которым экспертам удалось установить личность их хозяина. При проверке сотрудниками милиции было установлено, что данный гражданин по месту регистрации не проживает. В дальнейшем оперативными сотрудниками уголовного розыска установлено его местонахождение на территории города Гомеля, где он и был задержан. При себе у него был изъят ряд похищенных вещей. В настоящее время он обоснованно подозревается в совершении более десятка краж на территории дачных домов в садово-огороднических товариществах Реческого района. По фактам краж возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит задержанному – 4 года лишения свободы. Накануне около 9 вечера спасатели Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям спасали тонущего человека. В центре Гомеля, в районе улицы Комиссарова, на реке Сож, в полынью провалился мужчина. Тревожный звонок поступил в 20.48. Пострадавший находился в 30 метрах от берега. Работниками МЧС при помощи спасательной доски и веревки гражданин 1966 года рождения был извлечен на берег и передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом «общее переохлаждение и алкогольное опьянение» мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. А несколькими часами ранее спасатели Светлогорского районного подразделения МЧС выезжали на ликвидацию пожара в квартире городского поселка Парище. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в комнате была обнаружена хозяйка квартиры в бессознательном состоянии. Она была передана работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми была констатирована ее смерть. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габриилев. Благодарю за внимание. До свидания.